Привет, с вами Дэйв Джонс, и сегодня настало время подвести итоги второго альфа-тестирования CorePunk, который закончился вчера досрочно из-за проблем с серверами. К слову, я не буду прям много времени уделять проблем с серверами и ошибками. На этом альфа-тестировании пригласили гораздо больше людей, чем на прошлом альфа-тесте, и сервера не справились. Постоянно возникала ошибка 403, дисконнектила игроков, откатывала персонажей и так далее. Но разработчики уже в курсе, еще с первого дня теста, и сейчас как раз-таки закрыли заранее альфа-тест, чтобы начать работать над серверной составляющей и дорабатывать игру в этом направлении, как я понимаю. И мне бы хотелось в этом видеоролике больше сфокусироваться на фидбэке именно геймплейным и с точки зрения механик для разработчиков, и дать вам какой-то фидбэк, порассуждать с вами на эту тему. Может быть, вы в комментариях какие-то еще идеи предложите, которые не пришли мне в голову. Если вы хотите узнать, как мне игра с точки зрения визуала, с точки зрения каких-то игровых механик, то я это рассказывал буквально 4 месяца назад, видеоролики с первого альфа-теста, чтобы каждые итоги альфа-тестирований не рассказывать об одном и том же, то есть не говорить о том, насколько приятная графика, как работают какие-то механики и так далее. Я рекомендую вам посмотреть мой первый видосик с впечатлениями, сносочка появится и в конце я поставлю, как рекомендуемое видео, этот видос. И в описании тоже ссылочку на него оставлю. Но если вкратце, то игра по-прежнему вызывает крайне приятные положительные эмоции, даже несмотря на пинг, периодически после перезагрузок альфа-теста с какими-то патчноутами, там первое время игра вообще не вылетала и не лагала, и это было супер приятно, и я прям неистово кайфовал, когда все работало без каких-либо спайков и лагов. И я с нетерпением жду следующих тестов раннего доступа, в конце концов, чтобы уже насладиться игровым процессом на постоянку. Ну и давайте перейдем к пунктам тестирования. Ну, конечно же, ошибка 403, да, connection. Я сказал то, что не буду сильно уделять внимание проблемам того, что на этой альфе разработчики столкнулись с тем, что серверам было очень плохо. Но скажу лишь одно, многие очень критично воспринимали этот момент, даже несмотря на то, что это альфа-тест. И я рекомендую вам на самом деле вспомнить тот же самый Альбион Онлайн, который также на самом деле стартовал в альфа-тестах, и у которого тоже возникали определенного рода проблемы, связанные с тем, что на первых альфа-тестах буквально мы, когда тестировали тот же самый Альбион Онлайн, мы один раз собрались пачкой на пачку подраться, и разработчики выключились. У них упал сервер, они сказали, чтобы мы больше не собирались драться пачкой на пачку, потому что они идут спать, и, соответственно, сервак уже не поднимут, если он еще раз упадет. И я уж не говорю про то, что на релизе Альбиона, когда он уже выходил в готовую фазу, и продавались уже наборы, как и на Альфе, но уже как бы релизная версия была, были постоянные рассинхроны, были постоянные лаги-спайки, и в Альбион Онлайн даже в честь этого у тех, кто пережил этот кошмар в первый месяц релиза в фулл-лут игре, есть такие ботинки рассинхронизации, которые напоминают о том, что когда сервакам было ужасно, и об этих тяжелых временах для игроков. Поэтому я привык к тому, что в рамках тестирования могут возникнуть подобные проблемы с работоспособностью сервера, и это хорошо, что они обнаружились на этапе альфа-теста, а не раннего доступа. Я надеюсь, что ребятам хватит сил, чтобы все это починить, и к раннему доступу игра работала без подобных проблем. Я бы на месте разработчиков, кстати, Корпанка, тоже бы добавил какую-то отдельную отсылку на эту ошибку 403, которая возникала в процессе игры на этом альфа-тесте. Может быть, какую-то броню с наплечником, где будет написано хэштег 403, или какой-то титул. Ну, что-то такое, что будет напоминать про эти времена с этой ошибкой, потому что она реально стала мемом за время тестирования. Ну, и, конечно же, я очень сильно надеюсь, что проблема критическая действительно найдена, и то, что она будет исправлена. Теперь перейдем к итогам тестирования. За этот альфа-тест я поднял максимальный уровень. Для данного теста это 15-й левел. Я прошел почти все квесты. Мы убили с ребятами двух ворлдбоссов из трех. Это Древня и Раптора. Есть еще Олень ворлдбосс. Мы его не убили, потому что не успели найти. Серваки уже отключили к этому моменту. Я поучаствовал в ПВП, в каких-то соло-гангах, партийном ПВП, но серваки сильно спайкали и лагали, поэтому не могу сказать, что это прям чистейший экспириенс, но все равно это было супер весело. Скрафтил себе лук Т2, импланты, надобывал там с сундуков, хотя, опять же, они в таком количестве падать не должны были, и с балансными правками, и вот этим именно прогрессией в плане имплантов. Это тоже все пошло не так, как будет на самом деле на раннем доступе, я так понимаю. Поэтому я, можно сказать, посмотрел все на лучники, кроме того, что я не успел выкачать максимально там специализацию оружия, чтобы посмотреть там уже финальные пассивные способности. Мне очень нравится текущий темп игры, каждый уровень и имплант чувствуется. На первом уровне появляешься, выбираешь скилл, идешь там от мыши кайтишь и пытаешься убить первых крыс каких-то, на втором уровне у тебя уже прибавляются статы, ты уже получаешь вторую обилку, уже начинаешь попроще разбираться с какими-то мобами, изучаешь мир, идешь, куда глаза глядят, и в итоге становишься сильнее. На третьем уровне там уже первые импланты какие-то себе находишь, покупаешь. После этого на пятом уровне появляются таланты. В плане прогрессии очень хорошо разгоняется игра, и на пятнадцатом уровне я уже бегал, стрелял как пулемет, и в целом с имплантами прям игра заметно по динамике ускоряется и увеличивается. Единственное что, я не думаю, как и сказали разработчики в своем посте, но в основном, который говорил о том, что был увеличен лут сундуков различных, и поэтому с них падало очень много имплантов сильных, и поэтому очень многие игроки не чувствовали вот этого челленджа в битве с мобами, потому что вот с этих сундуков, которые видите на экране, и с сундуков, которые стоят в лагерях у мобов, падало очень много имплантов фиолетовых, которые нужно реально прокрафчивать, и которые нужно трудом добывать, они просто падали людям за так. Поэтому это тоже была достаточно упрощенная версия альфа-теста, но для теста в целом нормально, потому что в итоге мы успели посмотреть эти импланты, хоть немножко с ними побегать, и почувствовать вот эту вот динамику и усиление перса, когда ты бегаешь фулл обвешенный в имплантах. Поэтому я бы на самом деле не менял темп игры, мне все нравится, но единственное, что, как и разработчики Курпанка заметили в своем посте, я бы на самом деле, может быть бы еще усилил бы какую-то прогрессию с первого по пятый уровень, для того, чтобы прям совсем человека за ручку вели, как-то объясняли ему больше механик про игру, где можно купить импланты, и потом уже отпускали в свободное плавание, но здесь главное не оказуалить игру слишком сильно. В данном тезисе, повторюсь, я абсолютно согласен с видением разработчиков, которые они писали в посте, видос по этому посту с новостями игры, там и про монетизацию было, и очень много полезной информации. Я сделаю отдельно, чтобы этот ролик и так не затягивать, он будет очень долгим. Мне по-прежнему не нравится система слоев, как она работает именно. Я понимаю то, что система слоев позволит держать на одном сервере достаточно большое количество игроков, но помимо ошибки 403 и лагов сервера, я все еще редко встречал других игроков, кроме главного города. То есть встречаются игроки в каком-то фарме, в черных локах, и они встречаются чаще, чем на прошлой бете, но мне кажется, что этого все еще чутка недостаточно, и очень бы хотелось то, чтобы их было больше, и ты чувствовал себя действительно в какой-то онлайн-игре, в MMORPG в первую очередь, а не в каком-то таком, знаете, загончике на 10-20 игроков на слой. Помимо этого присутствовали, помимо опять же ошибки 403, присутствовали рассинхроны с другими игроками, и в PvP тоже, причем на первой альфе они тоже были, я очень надеюсь, что при работе над серверами и при тестах у ребят получится избавиться от этих спайков, это когда, допустим, бежит игрок, ну и на экране вы, наверное, сейчас это иногда замечаете, то, что когда бежит игрок, условно говоря, и ваш союзник-саппортиец, вы начинаете бить мобов, и у вас идут рассинхроны, то есть он там перемещается просто без анимации по экрану и так далее, то есть таких спайков и рассинхронов присутствует все еще заметное количество. Помимо этого, карма и урон в пати ППК тоже, опять же, это все не минусы, это просто моменты, которые я отмечаю, чтобы дать фидбэк по поводу альфа-теста. Игра мне очень сильно нравится, и все свои дифферамбы и положительные эмоции я уже рассказывал в первых впечатлениях и так далее, я хочу как можно больше дать какого-то фидбэка именно по системам, которые мне бы хотелось изменить, доработать, предложить. Вот, поэтому система ПВП и кармы в ПВП, то есть вы приходите в черную зону, включаете ПВП-режим, можете убить любого игрока, получить за это хонор, если он с вами плюс-минус одного уровня. Эта система мне очень нравится, в отличие от первой альфы, наконец-то более-менее корректно давали карму, то есть за одного игрока твоего уровня не давало сразу 3000 кармы, я очень много подрался, в том числе в черных зонах встречал других игроков гангалых, с них падает один рандомный ресурс из инвентаря, это все мне нравится. Единственное, что в этом тесте почему-то, когда у тебя была карма выше 500 и ты становился ПК-шником, даже находясь в группе со своими сопартийцами и другими какими-то товарищами, да, то есть которые с тобой в пате находятся, они все равно могли тебя бить, и это очень мешало фармить ПВЕ-активность, получается, что если у вас будет 3 ПК-шника, или там фулл пачка ПК-шников, у вас будет ПК-отряд какой-то, да, то есть который убивает других игроков, вы, получается, не сможете вместе фармить лагеря мобов, потому что вы будете постоянно скиллами друг друга дамажить, поэтому я надеюсь, что это просто был баг, и это так не останется. Идем дальше. Сундуки и их респ. Значит, в этот тест было имплементировано два вида сундуков. Первый сундук — это сундуки, которые у мобов появляются, да, то есть вы должны зачистить лагерь мобов, и потом, когда вы зачищаете этот лагерь мобов, вы можете залутать сундучок разного тира, там, зелененький, синенький, фиолетовый и так далее, и в зависимости от тира этого сундука и сложности зачистки этого лагеря вы получаете разные награды в виде, там, шмоток, имплантов, ресурсов и так далее. Эта система работает гуд, потому что вы сначала должны победить мобов, и вы, соответственно, проходите какой-то ПВЕ челлендж перед тем, как залутать какой-то лут. Это нормальный фарм. Но есть еще черные сундуки, которые были добавлены на карту мира, просто по всему миру игры. Вы уже видели на этом записи геймплея с альфа-теста, как мы открываем подобный черный ящик Пандоры, и с них тоже есть определенный лут, хотя его очень сильно занерфили, и там, в основном, потом падала расходка. Тем не менее, я видел очень часто, особенно в верхней части карты, там, где депо поездов, там спавнилось 3 сундука или 4 сундука, и, честно говоря, приходя в ту локацию, у меня были флэшбеки из Нью-Ворлда с Честранами, и я бы очень не хотел, чтобы игра теряла свою иммерсивность погружения и превращалась в какие-то побеги, как вот были в Честраны в Нью-Ворлде. Хотя кому-то этот контент, возможно, и нравится, очевидно, что даже на альфа-тесте этим людям занимались, но мне такая система не особо нравится, я бы сделал в этих сундуках тогда прям совсем небольшое количество лута, либо действительно какую-то расходку только, потому что люди прям реально бегали нон-стопом, буквально там часами напролет по точкам этих сундуков, составили себе маршрут на карте по этим черным сундукам, и бегали, собирали оттуда лутецкий. Не знаю, странный вид контента, я просто его не понимаю, и в Нью-Ворлде я его не понимал, там тоже есть по данжам расфасованные сундуки, и просто люди толпой за ними бегают, поэтому надеюсь, что это просто как-то забалансит, или они реже будут появляться в мире, либо они будут появляться тоже под какой-то защитой мобов. Вы сейчас видите на экране, кстати говоря, один из Open World Dungeon, как я это назвал, это база и локация такого некрополя, как я его назвал, как мы его прозвали про себя, вот в этом некрополе вот такие вот всякие мобы пачками стоят, их можно фармить, тут сундуки вот эти черные появляются, но по сравнению с тем, что в открытом мире присутствует, тебе не совсем выгодно как будто фармить этот лагерь, из-за того, что, ну, этот вообще, эту локацию пока что, по крайней мере, в итерации альфа-тестов, потому что здесь нет никаких квестов, потому что ты просто лутаешь экспу, но при этом ты мог бы ходить так же по черной локе, и лучше фармить импов или каких-то волков, которые охраняют сундуки, и при этом лутать еще и лут с этих сундуков в большем количестве. При этом здесь было, по-моему, два входа в данж, один точно, один 100% это вход в данж в этом некрополе, прям с видоса, я причем знаю, что это за данж, скорее всего, это данж, который показывали в трейлере игры, и там будет гули какие-то, ловушки такие с крутящимися лезвиями, вот, мне кажется, что это именно тот данж, и вход в него находится именно в этом некрополе, но я бы хотел, чтобы в самом некрополе, в этих open world данжах, в которых мы фармили, вот где в некрополе мы бегали, добавили каких-то элитных мобов, то есть именных каких-то некромантов, у которых будет какое-то имя, которые будут иметь долгое время респавна, которых будет сложно убить, но с которых будет как с сундуков в открытом мире обычном, в лагерях, да, с импов, будут падать какие-то тоже награды, там, шмотки и так далее. Этого очень не хватало, потому что просто обычные мобы здесь стоят, как будто здесь не хватает каких-то элиток с большим количеством мобов под прикрытием. И то же самое хочу сказать про лагеря мобов. Было бы круто, если бы помимо простых сундуков каких-то, да, которые ты можешь залутать после зачистки лагеря, в каком-то из лагерей был маленький шанс спавна, например, импа босса, то есть не просто там три импа и один имп-шаман, которых ты убиваешь и лутаешь, соответственно, с них сундук потом, а отсутствие сундука, именной какой-то имп, у которого будет свое имя и рандомный шанс респа на одном из лагерей, которого ты убиваешь, с него лут как с сундука, просто это добавит разнообразие в иммерсивности и вот этом вот зачистке лагерей. Вот. Помимо этого, мы также с ребятами, как я и сказал, поубивали мировых боссов, и по поводу мировых боссов у меня фидбэк следующий, ребятки. Мировые боссы, ребятушки, это сейчас достаточно интересный контент, с них тоже можно фармить как раз-таки лут как сундуков, но все ломает, как и в первой итерации альфа-теста, нужно что-то делать с процентным демеджем от обилок. В ветке талантов Вариора и в пассивке Лучника есть определенная пассивка, которая наносит процентный урон от максимального здоровья цели, и она полностью упрощает боссов. Сейчас вы видите на экране убийство подобного мирового босса нашей пачкой, и вы сами видите урон. Я думаю, что разработчики, если вы будете смотреть это видео, за что вам большое спасибо, можете мне как-то подмигнуть в комментариях, чтобы я понял, что вы его посмотрели, мне будет очень приятно. В общем, вы видите сами мои криты, и видите сами, какую плашку здоровья я сношу этому боссу. Подобная схема была и с активной обилкой легионера на первом альфа-тесте. И я не знаю, надеюсь... Ну, я думаю, что это прям багулино, и это не должно так работать, потому что мировые боссы теряют весь свой челлендж. И помимо этого, я подозреваю, что это может такие же пассивки с процентным уроном могут также работать в данжах, которые появятся на раннем доступе. У нас будет два данжа, но об этом подробнее в новостном ролике я расскажу. И как бы не было так, что вот эти вот боссы в данжах тоже будут умирать за счет этого процентного урона от максимального хп. Наверное, нужно как-то отключить тогда у боссов восприимчивость к этой пассивке у всех в игре или что-то в этом роде. Вот. Но это просто странно, потому что мы всех мировых боссов таким образом забрали. Рлут с них, кстати, был такой же, как сундуков хороших прям в лагерях. То есть фиолетовые импланты, какие-то пушечки могли выбить и так далее. И, кстати говоря, мы убивали древня потом из еще одного раптора и иногда лут дюпался. То есть выпадало одно и то же, один и тот же лут нескольким членам партии. То есть один в один. Мне выпадал меч, ботинки и шапка и моему сопартийцу. В этот момент тоже с босса выпадала такая же меч, ботинки и шапка. То есть один в один лут с тремя же статами. То есть он двоился. Вот. Тоже для информации, эту информацию скажу, как говорится. Вот древень на ваших экранах. То же самое процентный демэдж. Его было посложнее убивать, что надо в суммонит, но тем не менее. Помимо этого, также хочу отметить то, что при боевую систему и вообще фарм, пвп и так далее. У меня иногда был баг с тем, что у меня юзался блинк. Есть в саппорт скиллы. Они на пятом уровне покупаются. У меня на кнопочку F на данной записи можно заметить то, что у меня есть перемещение. Это просто блинк, который вас перемещает на небольшое расстояние с кулдауном в две минуты. Так вот, этот блинк, возможно, из-за лагов сервера, возможно, еще по каким-то причинам. Но он работал без отката. Вот, тоже одна из ошибок, которую я обнаружил. И помимо этого, очень не хватало сброса скиллов. Есть сброс талантов, есть сброс оружейной специализации, нету сброса скиллов. Этого очень сильно не хватает в игре. Во-первых, потому что ты можешь накосячить в плане того, как ты составляешь свой билд-ордер по скиллам. Это вот то, что ты прокачиваешь первые Q, V, E, R, да? С момента прокачки. Во-вторых, вторая проблема это состоит в том, что, к сожалению, ты можешь захотеть перекачаться в любой момент. Ты можешь захотеть замаксить другую обилку, выкачаться в другой спек. И, конечно, скиллы ты тоже захочешь под это все подстроить. Такой возможности на Альфе не было. Очень надеюсь, что на раннем доступе она будет. Теперь перейдем к крафту и к вообще системе сбора ресурсов. У меня нет, к сожалению, кроме стримов, записи фоном, которая бы была про то, как я сижу в крафте и просто нон-стопом крафчусь. Поэтому я не смогу, поскольку сервера уже выключены, показать это прямо в меню игры. Но я ставлю пока фоном эту запись, как мы просто бегаем, пвешим и занимаемся всяким разным. Надеюсь, что словами смогу объяснить, что было. Значит, во-первых, конечно же, нужна очень сильно торговая система. Я очень надеюсь, что в итерации раннего доступа будет уже аукцион какой-то в городах, потому что очень не хватает обмена. Кто-то собирает один ресурс, кто-то другой. Не уверен то, что многие говорят о том, что нужно убрать бинтон-пикап на оружии и имплантах, но я не особо считаю, что это правильное решение так делать. Мне кажется, что тогда пропадет вот это желание и челлендж добывать все это и крафтить самостоятельно. Будут люди просто фармить голду и импланты доставать с помощью аукциона. Опять же, если импланты будут крайне редко выпадать, а не так, как они выпадали с сундука на этой альфе, то можно добавить и оружие, и импланты тогда в торговлю. Торговля ресурсами точно нужна, вот, потому что ты, например, хочешь максить, и только дерево тебе нравится, собирать кому-то только руду, чтобы вы могли бы менять дерево на руду, то есть базовые какие-то вещи, да и просто если продавать за золото, потому что на этапе альфы все ресурсы в большинстве своем стоили по 0-0-1 голде, что, конечно же, мало. Вот, ну и, соответственно, их невыгодно было продавать. Просто у меня скопилось огромное количество ресурсов дерева, которые мне даже некуда было девать, но я бы мог его продать другому игроку. Помимо этого, в игре присутствует система сбора, когда ты собираешь, например, ресурс, там идет по процентам, соответственно, вот эта вот фишка с тем, что ты чем больше процентов сегодня набил на каком-то ресурсе, и там сразу две проблемы из этого появляются, то есть я иду собирать дерево, у меня идут проценты моего сбора дерева, и вплоть до 100%, и на каждом определенном проценте, 40%, 70% и так далее, добавляются дополнительные пробросы на то, что ты можешь добывать там одну ноду ресурса 2-3 раза вместо одного, больше шанс на получение редких предметов и так далее. И это все автоматически работает, то есть ты начинаешь собирать дерево, у тебя растут проценты дерева, ты начинаешь собирать железо, у тебя растут проценты железа, всего у тебя 100% на все эти ветки, и ты можешь либо балансировать, если ты будешь собирать все подряд, у тебя будет в каждой ветке по 20%, чуть-почуть, но стоит тебе выкачать, например, какую-то ветку в максимум, у тебя она будет добывать большее количество ресурсов, но все остальные ветки в процентах у тебя будут по 0%. Помимо этого, есть еще прокачка уровневая каждого сбора, и она качается отдельно. Про нее ничего не могу сказать, работает ток, пока непонятно, какие-то таланты будут открыты, но нужно сделать замочек на то, чтобы ты лочил прогрессию какого-то скилла на профессии. Например, я хочу собирать дерево, но не хочу, чтобы у меня росли проценты в дереве, потому что здесь на альфа-тесте есть следующая проблема. Если ты собираешь деревья, и тебе с деревьев нужны зеленые ресурсы, определенные для крафта оружия, то ты начинаешь идти собирать дерево. И ты собираешь дерево, у тебя растут проценты сбора этого дерева, этой древесины, и у тебя перестают, из-за того, что у тебя повышается прок более высокоуровневых ресурсов, тебе перестают падать более низкоуровневые ресурсы, которые тебе нужны. И поэтому ты должен бросить собирать дерево, и пойти собирать какой-то другой ресурс, чтобы слить ресурсы с этого уровня профессии, и тебе снова падали базовые лоу-тир ресурсы. Не знаю, задумывалось ли так изначально или нет, но мне кажется, что будет круто, если у меня будет свобода того, что я хочу собирать, и я смогу, например, нажимать кнопочку замочка в этих менюшках профессии, и у меня перестанет капать процент в нужные мне ветки. То есть, чтобы я оставил, например, 100% сбора руды, а на остальных поставил замочки, оно никуда не перетекало у меня. У меня висели эти 100% на определенной добыче. И помимо этого, также хотелось бы, чтобы понятно было, хотя бы если не так, то чтобы не было того, что когда ты повышаешь процент сбора какого-то ресурса, у тебя в ноль упадали шансы добыть, лоу-тировые ресы, и тебе не приходилось специально сбрасывать эти проценты достижения. Помимо этого, мне также очень хочется, чтобы в инвентаре появились вкладки, причем вкладки было бы круто, если бы появились, которые ты сам можешь плюсиками добавлять по желанию. То есть, если бы ты смог добавить, соответственно, в игру, если бы смогли добавить в игру каким-то образом, например, то, что я захожу в инвентарь, вот этот вот там на 120 ячеек, я нажимаю плюсик, и сам могу назвать вкладку, и сам могу туда перемещать нужный ресурс, либо выбрать из шаблона, и сделать сам под себя. То есть, это, по сути, настраиваемый UE, и обычно тебе в играх самостоятельно какие-то делают вкладочки, там, квестовые предметы, ресурсы, рецепты и так далее. Но еще круче, если игрок сам под себя сможет настроить такое большое количество ячеек на складе и в личном инвентаре. Просто добавить вкладки, которые по плюсам смогут под себя добавлять каждый отдельный игрок и перемещать туда нужные ресурсы. Вот, потому что, когда ты делаешь вылазку и собираешь все подряд, там, конечно, каша из ресурсов начинается. Ты когда играешь, ты понимаешь, что зачем тебе нужно, но все равно из-за этого тяжеловато сортировать свой лут. Помимо этого, очень бы хотелось, чтобы при крафте, когда ты перерабатываешь ресурсы, которые ты собрал, у тебя все-таки появлялась возможность с каким-то уровнем крафтить сразу по 5, по 10, по 20 штук одного ресурса, потому что, когда идешь там уже на хай-левеле фармить руду, собираешь там на переработку себе просто 10 тысяч разные руды и потом встаешь минут на 20 перекрафчивать это по одной штуке, это тоже, конечно, такое себе. Хотелось бы, чтобы это можно было сделать одной кнопкой. Помимо этого, также очень бы хотелось, чтобы квесты, которые нужны для того, чтобы ты сделал какой-то имплант или там rocket launcher, ну там разные квесты у нас присутствуют в игре, и на крафт, которые там есть, и сделать имплант зеленый, принести неписью. Очень странно, то, что зеленые, синие и прочие проки, они не принимают, ребятки, они не принимают в качестве сдачи квеста, из-за этого многие эти квесты висели у меня вплоть до упора, до 15 левела, когда их актуальность сдачи была уже не нужна, потому что ты делаешь зеленый rocket launcher, ты подходишь к неписю, ему нужен именно белый, и также с имплантом, квестный имплант я так и не сдал, потому что зеленый имплант, чтобы он прокнул просто, это нужно достаточно много времени на это потратить, и я бы, если честно, сделал, чтобы для сдачи квестов подходили только белые предметы, но это уже так. Вот, собственно, это все, что я хотел сказать по крафту, по пвп, пве и так далее, перейдем к дополнительной части видоса, где я просто расскажу о том, что бы мне хотелось увидеть в игре, на раннем доступе или в будущем, чтобы, как говорится, с этого кайфануть, и просто добавить иммерсивности какой-то, то что, какие-то идеи просто, они не влияют так-то на процесс, значит, первое, мне, как игроку на рейнджере, но, скорее всего, я потом пересяду на снайпера, я очень надеюсь, что на раннем доступе будет снайпер, пожалуйста, просто снайпера, можно вообще, пока другие классы гномов не добавлять, я буду жить на снайпере в этой игре, очень хочется винтовку свою, вот, но пока что я играю на рейнджере, и, значит, на рейнджере, в ранних итерациях, когда показывали геймплей и геймплей с каких-то выставок, у лучников были колчаны, я не совсем понимаю, почему у нас на альфа-тесте колчанов нет за спиной, но это очень важно, игра про иммерсивность, игра про то, как ты погружаешься в мир, сам разбираешься в квестах, у нее очень классный звук, очень все как-то складно, все как-то вот одно к одному сходится, и я не понимаю, почему нет колчанов, потому что это сразу иммерсивность прям сильно убирает на классе, ну, потому что лук это тетива и колчаны, вот, и надеюсь, что это просто вытераться альфа-теста, пока модельки колчанов не добавлены, колчаны прям очень нужны для рейнджера, мне так кажется, вот, был еще один баг с тем, что с черепах падает слишком много лута, наверное, это такой же баг, как то, что с сундуков слишком много лута падало, с черепах падало по 25 голды, 100 экспы, и просто на черепахах жили люди, и качались очень быстро, очень хочется скины с плащами, я обожаю в игре плащи, надеюсь, что в игре плащи появятся, и на самом деле для шаманов я придумал такую классную штуку, было бы круто, если бы у шамана волк с прокачкой обилки, и с тем, как волк становится сильнее, когда вы вкидываете поинты в прокачку, соответственно, волка, у вас размер волка увеличивался, это просто такое, даже просто модельку делать больше, это добавит какой-то иммерсивности шаману, и он будет чувствовать, что у волчара становится сильнее, вот, это из такого какого-то просто предложений, чтобы поболтать, все, что выше я сказал о своем фидбэке именно со второй альфы, я передал, есть еще фидбэк с первой альфы, я такой же итоги записывал с первого альфа-теста, и первое впечатление, как я уже сказал, я не хочу повторяться от альфи к альфе, поэтому вскоре после этого видоса выйдет краткий пересказ с новостями о проекте, там был большой пост, и ребята досрочно, когда делали, когда они делали техработы, они делали этот большой пост, там очень много информации по монетизации, по видению игры, по дальнейших планах, что будет на раннем доступе, и так далее, я сделал отдельный видос, чтобы не затягивать этот видеоролик с фидбэком, и по идее сейчас они выключили досрочно сервера, и через несколько недель стартанет следующий тест, для того, чтобы протестировать работу над серверами, и мне кажется, что нужен тест какой-то стрессовый именно, то есть, чтобы как можно больше людей смогло зайти, и чтобы прям сильно максимально нагрузить сервера, потому что на раннем доступе будет очень много людей, которые будут врываться в игру, скорее всего, и я надеюсь то, что получится решить проблему с серверами, потому что если мы убираем проблему 403, и ошибку серверов, то игра просто раскрывается с такой приятной стороны, что просто вау, мне очень понравился именно геймплей, и продолжает нравиться CorePunk, поэтому я не успел наиграться, мне не хватило, я хочу еще, поэтому жду следующего теста, игру в раннем доступе, спасибо, что посмотрели этот видеоролик, с фидбэком по второму альфу тесту, ну и увидимся с вами в следующих видосах, на стримах, заходите, ребятки, с вами был Дэйв Джонс, не забудьте передать лайкос этому видеоролику, пишите ваши предложения, что вам понравилось, что не понравилось, всем спасибо, увидимся, пока, ребята.